Конституция Российской Федерации 30 лет. Специалисты униквейники КФУ в самом сердце клуба Акбарс. Что можно найти на дороге зимой? Всем привет! В эфире универновости, а в студии Кристина Отекина. 11 декабря стартовали курсы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан. Наседание было посвящено цифровой компетентности. Образовательные программы будут идти до 15 декабря. На лекциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, диспутах и тренингах слушатели научат управлять в новых обстоятельствах и быть специалистами в разных областях знания, ориентированных на современные представления об эффективном государственном и муниципальном служащем, уровне его образованности и компетентности. Ежегодно с 1994 года 12 декабря в стране официально празднуется День Конституции Российской Федерации. Это главный документ страны, который определяет устройство российского государства. Также в нем прописаны свободы, права и обязанности людей. Закреплены самые главные правила и нормы, которые лежат в основе остальных законов. О том, как зародился праздник, расскажем далее. День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, одна из значимых памятных дат российского государства. Главный документ страны был принят именно в этот день, в 1993 году, всенародным голосованием. Полный текст Конституции был опубликован в российской газете 25 декабря того же года. С 1994 года, согласно указу президента России, 12 декабря был объявлен государственным праздником. Конституция, основной закон государства, является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, которые так или иначе были продиктованы временем. Вообще там где-то 205 поправок, 41 статья изменена, 5 или 6, о, видите, я уже начинаю забывать, новых статей, приморских статей появилось. Предложения, вы знаете, как формировались? Предложения формировались, ну, не так вот, что там кто-то один выдвинул это предложение, и вот никто другой, ну, на моей памяти два есть предложения, которые реально никто не озвучивал, и вдруг они всплыли. Во-первых, самое первое предложение, вы артист такой, Калягин есть, наверное, знаете, да? Вот он выступил, он был тоже членом рабочей группы, он выступил и сказал, вы знаете, в Конституции не отражена культура, надо обязательно записать культуру, вся рабочая группа, да, правильно, и единогласно проголосовали за культуру, конечно. Кто против, чтобы государство, так скажем, способствовало развитию культуры Российской Федерации? В конце 1990-х годов Российская Конституция пережила по меньшей мере два политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятые в 1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция Союза Советских Социалистических Республик, принятые в 1924 году и закрепившие победу социализма на советском пространстве. В течение десяти с лишним лет День Конституции является официальным выходным, однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, изменяющий праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России. Вы понимаете, должна быть точка отсчета, точка опоры, должно быть ясное понимание того, кто мы, что мы, куда мы движемся, какие основные правила у нас игры и так далее. И, строго говоря, именно эта точка отсчета развития нашего общества, она закрепляется в Конституции. Несмотря на это, 12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного закона государства. Особенно много их проводится в образовательных и культурных учреждениях российских городов. Уроки правоведения, круглые столы, тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции и многое другое. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Континентальная хоккейная лига в самом разгаре. Все ее участники сосредоточены на победе, поэтому они ежедневно тренируются, не снижая темпов. Но такой уровень физической активности требует постоянного контроля над здоровьем спортсменов. Хоккейный клуб «Акбарс» начал проходить ежегодное углубленное медицинское обследование. О том, каких врачей предстоит пройти именитым хоккеистам и как спортсмены проводят свой досуг, узнаете в следующем сюжете. Углубленное медицинское обследование хоккеистов проводится два раза в год и является обязательным. Со времен пандемии медосмотр для «Акбарса» осуществляется на клубной базе врачами-специалистами университетской клиники Казанского федерального университета. Список врачей немал. Терапевт, невролог, стоматолог, врач по функциональной диагностике и спортивной медицине и другие. Они провели ряд исследований. УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости, ЭКГ. Клиника идет во многом нам навстречу. В частности, позволяет проводить медосмотры на базе «Акбарса». Это все началось в эпоху пандемии, когда старались исключить лишние контакты. И после этого поняли, что это удобно прежде всего нам, то есть клубу. Планово получается так, что два раза в год углубленный медосмотр. Примерно раз в месяц мы берем кровь на ряд показателей. Помимо этого, есть текущие осмотры. Это вес и содержание жира подкожного. Ну и ряд осмотров, которые предполагают какие-то жалобы. Особое внимание на осмотре уделялось велоэргометрии. В отличие от других процедур, где спортсменам требовалось спокойно лежать и выполнять указания врача, здесь нужно было приложить усилия, крутить педали. Именно при такой физической нагрузке на ЭКГ можно выявить скрытую сердечную недостаточность и другие патологии сердца, которые в спокойном состоянии не всегда определяются традиционной кардиограммой. Тренеры ставят задачу игроку и медикам, какой оптимальный, как они считают, вес, оптимальное содержание жира. А дальше эта задача решается как дисциплинарно, так и с помощью диет, так и с помощью какой-то фармподдержки. Ну и с помощью, собственно, упражнений. То есть какие-то дополнительные тренировки проводятся. Хоккеисты должны обладать не только хорошей физической подготовкой, но и острым зрением, который во многом влияет на ход игры. Переключение с ближнего зрения, следование за шайбой на дальние, взгляд, направленный на ворота соперника, является тяжелой нагрузкой. Поэтому посещение офтальмолога также важно. Основные исследования – визиометрия, периметрия и обследование периферии глазного дна. Иногда, конечно, жалобы у них есть, предъявляют небольшое снижение остроты зрения, но она корректируется. То есть мы им даем определенные советы по восстановлению зрения или советы даем по коррекции, по поводу использования, возможно, контактных линз. Для того, чтобы им удобно было в игре, чтобы им не испытывали они каких-то проблем в их роде деятельности. А так, в принципе, в основном ребят у нас все здоровые приходят. Стать хоккеистом – мечта многих болельщиков Акбарса. Но, несмотря на всю привлекательность игры в хоккей, этот вид спорта имеет свои сложности. Во многом трудность в количестве нагрузок. Спортсмены почти не прощаются с клубной базой. Ежедневно они тренируются как в спортзале, так и непосредственно на льду. Ведь только упорство, дисциплина и сплоченность команды приводят их к высоким результатам. Между играми тренируемся. Где-то, если удачно играем, дают выходные. А так, когда сезон, регулярный чемпионат идет, то есть много выходных, как бы их нет. Ну и понятно почему, потому что постоянные игры, разъезды. Если не плотный график игр, то еще и зал у нас тренажерное дело. И когда игры через день, то там как бы в основном лед. Ледовые тренировки, а потом зал там где-то по желанию, либо отдельно, кому какая программа. Следим за своими здоровьем в тренажерном зале. Поддерживаем форму дома. Стараемся поспать побольше, у кого 7, у кого дети. Вдыхать побольше, погулять. Если прям охота спать, то часов 8 вполне хватает. Ну, бывает по 6, всегда по-разному. Вот, ну, если есть время днем поспать, так же где-то часик, часик времени удается поспать. Ну, гулять не особо люблю, поэтому так вот дома, в семейном кругу, так скажем, да, и отдыхая бывает, вот сон так массаживает у нас здесь, в принципе, с тренировок. Врачи отмечают, что спортсмены Акбарса всегда были и продолжают оставаться в отличной форме. Все это труд как самих спортсменов и тренеров, так и медицинского персонала, который делает все, чтобы команда оставалась в отличной форме и приносила победы. Пока континентальная хоккейная лига приостановила регулярные встречи в связи с традиционным матчем всех звезд КХЛ и Кубком Первого канала. Но уже 19 декабря команда вернется на лед и сразится с авангардом. Кристина Отекина, Николай Осуховский, Софья Чугунова. Универ Новости. Каждый год с приходом зимы возникают проблемы, связанные с передвижением транспорта и пешеходов. Из-за гололеда необходимо обязательно использовать средства обработки поверхности дорог и тротуаров для обеспечения безопасности. В связи с погодными условиями Дорожные службы Казани уже приступили к этому процессу. О том, какие противогололедные реагенты наиболее распространены и эффективны, и насколько они безопасны для людей и животных, смотрите в сюжете. Зима, пожалуй, самый опасный сезон года как для пешеходов, так и для транспорта. При гололеде значительно увеличивается количество дорожных транспортных происшествий и уличных травм, ушибов, переломов и вывихов. Поэтому в период холодово-дорожные службы, особенно на Чеку, они круглосуточно проводят мониторинг состояния дорог и в случае необходимости осуществляют противогололедную обработку. Средства против обледенения можно разделить на естественные, природные, обычный или строительный песок, щебень. Противогололедные реагенты получены химическим путем в лабораторных условиях хлорид кальция, натрия, магния и другие. Реагенты антиобледенительные, они бывают в первую очередь на основе солей, либо на основе органических соединений, которые хорошо смешиваются с водой и обладают более низкой температурой кристаллизации. Если мы говорим о таких классических антиобледенительных реагентах, это самый простейший натрий-хлор, который вы можете взять в любом магазине, пойти высыпать на свою дорожку около дома, только не удивляйтесь, если у вас потом там перестает расти трава. Посложнее это уже берут смесью, но на самом деле точно такие же. Это кальций-хлор смесью с натрий-хлором. Они понижают температуру кристаллизации воды вплоть до минус 40 градусов. Выбор противогололедного реагента зависит от ряда факторов, включая температуру, параметры дорожного покрытия и возможные негативные последствия для окружающей среды. Принцип использования веществ основан на том, что температура замерзания воды с разведенными в ней хлоридами солей ниже, чем температура замерзания естественных осадков. Противогололедные реагенты бывают жидкими, твердыми и гранулированными, но все они имеют общее свойство – понижают точку плавления снега. Само название говорит о том, что вещество вступает в некую химическую реакцию с окружающей средой. Ледяным покровом. Наиболее популярным среди антигололедных реагентов стали твердые химические комбинированные реагенты на основе модифицированного хлористого кальция и магния. Их распределяют с помощью имеющейся у дорожных служб спецтехники, что позволяет обрабатывать большие территории. Современные средства, которые, например, сейчас ездят, разбрызгивают, они с разбрызгивателями, именно жидкие, они основаны уже на растворимых полимерах, такие как полиэтиленгликоль, полипропиленгликоль, ну и, естественно, с небольшим добавлением тех же самых солей для усиления. И поэтому последние вот здесь автомобилисты могли заметить, что грязь, которая на автомобилях зимой, она стала гораздо более жирной, потому что все эти полиэтиленгликоли, ну не только полиэтилен, любые гликоли, они грязь связывают и налипают в виде пленки. В первую очередь обрабатываются подъемы, спуски и мостовые сооружения, так как они представляют наибольшую опасность из-за возможного скатывания. Один из основных противогололедных реагентов – соль, хлорид натрия. Она способствует быстрому растворению снега и его предотвращению в жидкую форму, что улучшает сцепление колес автомобилей с дорожным покрытием. Еще одним наиболее эффективным средством является хлористый кальций, который обладает высокой плавящей и адсорбирующей способностью. Кроме того, при правильном применении он безопасен для растений и животных. Еще один реагент – хлорид натрия, который предотвращает образование снежно-ледяного слоя или ослабляет его сцепление с покрытием, снижая образование гололеда. Если мы говорим о классических реагентах, то это засаливание почв, который так или иначе все это растает, попадет в сточные воды. Да, конечно, система очистки с помощью флакулянтов какое-то количество свежего это выделит, но все равно это все попадет в конце концов в реку и изменится ионный состав воды, что негативно может создаться на природе. Если мы говорим о ПЭГах и различных других гликолях, то они в первую очередь могут подвергаться различному гидролизу, и когда их молекулярная масса уменьшается, они могут стать вообще физически токсичными. В Казани в качестве противогололедных реагентов часто применяются твердые и двухфазные реагенты, а на второстепенных дорогах, тротуарах – песко-соляная смесь, которая считается более экологичной и безопасной для лапок животных. Несмотря на повсеместную обработку дорожных покрытий, стоит избегать резких движений и маневров, и всегда быть на чеку. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова